приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поделимся с вами самой актуальной информацией на 6 февраля 2022 года поговорим о народном празднике что можно делать в этот день что ни в коем случае нельзя делать чтобы не навлечь беды проблемы и неприятности в свою жизнь также сегодня 6 февраля день почтения памяти блаженной ксении петербургской обязательно сегодня прочитайте одну молитву для того чтобы беды проблемы не не приходили вашу жизнь и конечно же как всегда уделим внимание лунному календарю поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет очень много полезной важной и нужной для вас информации всем приятного просмотра итак сегодня 6 февраля отмечается народный праздник аксиньин день а вот православном календаре это день почтения памяти блаженной ксении петербургской и имя аксинья это производная от ксения другие названия праздника этого дня день ксении ксения полузимница аксинья аксинья весна указательница аксинья полузимница или аксинья полу хлебница и в народе этот день назвали так потому именно аксинья полузимница дело в том что уже прошла половина зимы и крестьяне проверяли сколько же зерна осталось узнавали цены на хлеб так как были уже свои запасы на исходе соответственно нужно пока еще зерно не подорожало его подкупить ведь до озимых еще далеко в некоторых селениях сегодня предсказывали стоимость хлеба особенным способом первоначально узнавали сколько весит зерно вечером а потом перевзвешивали но уже утром и если уменьшился вес то стоимость станет ниже и наоборот конечно же 6 февраля по народной примете наши предки предсказывали каким будет урожай на этот год и как штук что они делали не брали ржаную буханку хлеба из вечера клали ее на стол а утром тщательно рассматривали если хлеб выглядел больше прежнего то и лето будет урожайным день аксиньи полухлебницы считали тяжелым поэтому сегодня не шили не пряли не вязали а также не стелили чистую постель и не стригли ногти и волосы очень боялись 6 февраля наши предки рассказывать какие-либо сны тем более если снились камни потому что они сулили боли в животе волны означали сплетни храм по храм потерю а вот лягушка бедственное положение дел боялись сегодня 6 февраля и ужинать так как было поверье что тот кто первый усядется вечером за стол самом ближайшем времени будут определенные проблемы поэтому плотно ели только в обед на ксению по традиции задабривали духа амбар не к это был помощник домового который отвечал за амбар и ему готовили из отборного зерна кашу подслащивали ее медом и клали обязательно в красивую посуду затем шли в амбар и прислушивались если слышался шум значит дух занимается хозяйскими делами его лучше не трогать ну а если стояла тишина нужно было зайти и поставить приготовленную кашу в уголок а вот если нарушить режим дня амбарника то он может и навредить например грызунов напустить или например не будет следить за порядком и зерно станет пред одним словом его чтили его уважали и вы его кормили вкусностями на аксинью 6 февраля проводили различные ритуалы практики обряды читали слова чтобы воры не попали в дом так как еды становилось меньше и нечестные люди крали у запасливых хозяев именины 6 февраля празднуют ага аксинья анастасий ангел ванда гавриил герасим денис искра ксения кузьма майкл мартин матью николай оксана павел и тимофей поздравляем вас с именинами родившиеся 6 февраля были хорошие работники они считались лучшими земледельцами у них была легкая рука говорили о них так чтобы они не посадили все вырастет и даст хороший урожай а в качестве талисмана носить им следует сердолик или гематит конечно же 6 февраля наши предки из и имели определенные запрещающие приметы которые говорили о том что нельзя было делать в этот день поэтому пожилым людям в этот день 6 февраля не разрешалось работать иначе до весны можно не дошить также 6 февраля нельзя было стариком и подметать около своей кровати категорически пожилым людям 6 февраля нельзя было стричь и волосы и ногти а вот 6 февраля пожилым женщинам нельзя было перелить перели стилать постель потому что так себе и к так и вторую в своей второй половинке по народной примете вы больше никогда не сможете лечь вместе однако молодые люди могут помочь своим родным преклонного возраста когда ничего страшного во время смены постельного белья не произойдет также 6 февраля в день аксиньи полузимницы нельзя молодежи было лентяйничать и чем больше сегодня работы будет переделано тем плодотворнее и богаче будет следующий год тот же кто 6 февраля станет бездельничать окажется в будущем в трудной финансовой ситуации решение которой им удастся нелегко чтобы этого не произошло 6 февраля надо было сделать уборочку в доме во время которой тщательно помыть и окна а также постирать и погладить рукодельницы обязательно должны в этот день были пошить или связать большую часть запланированного мужчинам не рекомендовалось начинать ремонт или делать перестановку в доме и сегодня по народным приметам нельзя было готовить пельмени и иначе придется до начала лета жить впроголодь сегодня лучше заменить мясную начинку на овощную приготовив например вареники с капусточкой или с картофелем а к чаю испечь пироги с повидлом или вареньем также сегодня 6 февраля запрещалось вырезать какие-либо узлы считается что после этого в доме у кого-то могут быть большие проблемы сегодня существовало а поверь я что в этот день старались не садиться за стол после заката солнца так как тот кто первым начал ужинать вскоре достигнут проблемы по этой причине в некоторых семьях право начать трапезу предоставлялась именно в старикам также как друзья в этот день нельзя было ставить брагу и квас иначе осенью постигнет не урожай также если вам ночью пригрезился сон то не стоит его рассказывать даже самым близким и друзья сегодня 6 февраля день ксении петербургской и сегодня вы можете в любое время суток прочитать молитву ксении блаженной о помощи эту молитву нужно обязательно прочитать три раза вы можете как просить за себя можете и за близкого человека читать нужно перед иконкой и друзья вы можете возможно вас дома есть вы можете подойти в любой храм в церковную лавку лавку при церкви и купить там иконку ксении блаженной или как вариант скачать с интернета и читать молитву и смотреть на иконку но и после прощения самой молитвы обязательно попросите о помощи обращаем ваше внимание что молитва ксении блаженная помощь надо достаточно длинная и мы не хотим забирать ваше время поэтому друзья в описании к этому видео будет молитва ксении блаженной о помощи которую каждый из вас может прочитать три раза а после этого просить о помощи ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 6 февраля 2022 года по лунному календарю нас с вами ждет 6 и 7 лунный день растущая луна в знаке зодиака овен сегодня день покоя и смирения он не подходит для напора и активных действий также сегодня 6 февраля не ждите неожиданных событий прекрасный день для завязывания знакомств построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла день хорош и для того чтобы находить преступников вы знаете этот день позволяет человеку напитаться положительной энергией и почувствовать себя и бодрее и сильнее приобщение к неземной энергии позволит постичь многие прописные истины которые раньше были недоступны для понимания и именно в этот день 6 февраля очень важно отобрать зерна от плевел постичь где правда а что все-таки была ложью интуиция телепатия чувствительность все это может максимально сегодня обостриться пророчества и предсказания данные в этот день имеют больше шансов сбыться чем любое другое время об этом говорит один из символов этого дня облака которая трактуется как пророк и открыватель божественной истины сегодня рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами не ропщите на жизнь обстоятельства близких любому недовольству сейчас не время и пожалуйста именно в этот день 6 февраля принимайте все таким как она есть что же касательно стрижки волос то день когда нужно без лишних раздумий сказать решительно нет стрижкам укладкам наращиванию всему что касается ваших волос этот день не подход для визита к парикмахеру все выше перечислено не принесет вам пользы и скорее всего ослабит и заберет энергию у ваших волос волосы будут казаться безжизненными а секущиеся кончики неприятно напомнят о себе если у вас возникла идея начать оздоровительный курс то в этот день и вот точно делать не стоит вы просто потратите ваши деньги в пустую пренебрегая этим простым запретом вы рискуете вместе с волосами потерять и свое здоровье несмотря на все это день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями окраска волос то знаете что сегодня лучше волосы не красить это может расстроить ваши отношения с коллегами лучше всего сделайте сегодня строгую прическу и зафиксируйте ее лаком обращаем ваше внимание что 6 февраля этот день будет богат на бурные эмоции многим даже захочется побыть в одиночестве что привести в порядок свои разгулявшиеся чувства эмоции не будут негативными просто их количество будут зашкаливать и не поддаваться контролю сегодня предпочтительно не одалживать не деньги не вещи не какие-либо предметы иначе вместе с одалживаемым добром будут забраны покой и удача дарителям